Валяко, а если твой вертолет цепью привязать к большому самолету, кто победит? Цепь, отвечает Валяко в знаменитом фильме «Мимино» на вопрос своего маленького племянника Варлаап. И вот я вспомнил этот диалог не случайно, потому что сегодня ровно результат такого опроса пришли из журнала «Экономист». Оказывается, как выяснилось, Джо Байдену сегодня симпатизирует 42% американцев, а Дональду Трампу симпатизирует сегодня тоже 42% американцев. 42% Джо Байдену, 42% Дональду Трампу. А кто же тогда цепь, спросите вы, кто же победит? Отвечаю. 50% жителей США симпатизирует президенту Украины Зеленскому. Так что на выборах президента США между Байденом, Трампом и Зеленским победил бы Зеленский. Поздравляю всех с такой замечательной новостью. Кстати, она становится еще приятнее, когда узнаешь, что категорически отрицательно к Путину относится 80% жителей США. Специально начал я с этой хорошей новости сегодня, потому что слишком много плохих новостей. Слишком много. Вчера я вам парил мозг вечером, целых два стрима. Один из них был полностью посвящен событиям в России, когда в России начались еврейские погромы, когда россияне выбежали на летное поле и пытались отлавливать евреев, прилетевших из Израиля в город Махачкала. Сегодня вот этот ролик выходит в 18.00 по киевскому времени. Как вы знаете, теперь между Москвой один час разницы. И ровно в это же время, если, конечно, как всегда не опоздает, в 19.00 по Москве, начнет свое совещание Владимир Путин. Совещание, посвященное российским антисемитским погромам. Согласно сообщению Пескова, значит, сегодня оно будет 19.00 по Москве. И в нем будут участвовать премьер-министр, парламентарии, силовики, премьер-министры, парламентарии. Все это совещание пройдет в закрытом режиме, но ожидается речь Путина, в том числе по поводу вот этих погромов еврейских в городе Махачкала, которые устроили россияне. Забавно, что когда объявлял он об этом самом предстоящем совещании, Песков сразу сказал, кто виноват. Чтобы не сомневались, кто-то типа захочет выбирать совещание из силовиков, премьер-министра, парламентарии, президента. Если Песков все и так знает, он сказал, значит, так говорит, объясняю, товарищи, еврейские погромы инспирированы из-за рубежа, в том числе пропагандистские и идеологические. Вот, из-за рубежа. Я так удивился, из-за рубежа кем? Лавровым, что ли? Потому что я даже не знаю, кем. Но разве что еще Путина можно вспомнить, когда он рассказывал про... Ну, хотя как, он рассказывал, находясь на Дальнем Востоке, может, они уже относятся к Дальнему Востоку, Владивостоку, как уже к за рубежу? Потому что откуда еще инспирировалось? С выступления на Восточном форуме, где Путин сказал, что во всем виноват Моша Израилевич, бывший Чубайс, что он украл все деньги, уехал, а еще виноват во всем позор еврейского народа Зеленский. То есть прямо указал цель евреи, во всем виноват и евреи, сказал Путин. Лавров из-за рубежа объявил, что евреи сами себе устраивают погромы, холокосты и так далее. Из-за рубежа? Ну да, пожалуй, инспирированные из-за рубежа. Кем еще? Умолчанием израильских властей. Это тоже из-за рубежа, конечно. Мне лично так кажется. Потому что так что-то я и не слышал, чтобы вызвали посла или выгнали посла Российской Федерации за еврейские погромы. Нет такого. Ну ладно, об этом я вам всем говорил достаточно подробно вчера. Да, сегодня остановлюсь уже на таких последствиях и обсуждениях. Вот Анна Мангайт, ведущая телеканала Дождь, достаточно знаменитая, просто пишет. 7 октября я просто не могла поверить, 7 октября это день, когда Хамас напал на Израиль, во всю бесконечность насилия, которое устроили террористы из Хамас и им сочувствующие энтузиасты из сектора газа. А вот сегодня я поняла, как это работает. Я увидела здоровых мужиков, которые готовы были линчевать невинных в аэропорту. Я видела здоровых мужиков, которые брали штурмом самолет с пассажирами, которые кричали, бежали за автобусом с криком «там евреи!» и захватывали автобус с женщинами и детьми, которые должны были предъявить им документы, доказывая, что у них правильная национальность. В результате 20 раненых полицейских, которых они закидали камнями, а если бы им удалось прорваться в самолет, где среди пассажиров были 15 евреев? Они искали их даже в турбине, не понимая, для чего она предназначена. А если бы женщины и дети в автобусе оказались с израильскими, а не российскими паспортами? А если бы вчера вечером мужчину в кипе и его близких все-таки нашли в отеле «Фламинго» в Хасав-Юрте, куда тысяча здоровых мужиков пришли искать беженцев из Израиля и проверяли каждый номер? Но евреев постоялись в гостинице, знакомые спрятали в частном доме. «Не бывает гуманных погромов. До кровавой бани, изнасилования и истязания людей не той национальности остался один шаг», пишет Анна Мангайт, и дальше через точку добавляет «или ни одного точка, добро пожаловать в Хамас». Нет, нет, я не согласен с этим постом. Какой еще один шаг остался до чего? До кровавой бани, изнасилования и истязания людей не той национальности? Один шаг кому? Россиянам один шаг? Они начали это делать год и восемь месяцев назад. Именно это. Погромы, кровавые бани, изнасилования и истязания людей не той только украинской национальности. То есть, когда пришли за украинцами, мы молчали, так звучит это правильно сегодня. Помните эту знаменитую фразу? Когда пришли за евреями, мы молчали, ведь это евреи, россияне. Когда пришли за украинцами, мы молчали? Это сейчас у нас остался один шаг до изнасилования и истязания людей и кровавой бани? Серьезно? Один шаг? Добро пожаловать в Хамас сегодня? Россия стала Хамасом год и восемь месяцев назад, как минимум. Я не говорю про войну на Донбассе до этого. Но прямо настоящим Хамасом? А Буча вам не Хамас? А Буча вам не кровавая баня? А Бородянка не кровавая баня? Какой еще шаг? Так, 600 с лишним шагов назад, по одному шагу за каждый день сделаете, вот там начало кровавой бани, которую устроила Россия, которую устроили россияне. Сегодня следующая цель евреи, но это следующая цель после украинцев. Другая российская журналистка Ксения Ларина пишет в своем фейсбуке, как же мы все жили в одной стране. Причем, знаете, это короткий пост, короткий. Как же мы все жили в одной стране? И вы знаете, в конце точка. Не упростить, не знаю, как же мы все жили в одной стране, а как же мы все жили в одной стране. Ноль эмоций, не нужны они. Все и так ясно. Не буду думал вам зачитывать, но почитайте комментарии, там люди отвечают, как они жили в одной стране. Все, действительно, как мы все жили в одной стране. То есть украинцы жили вот с этими вот россиянами? Серьезно? Это мы так думаем. А там в России сейчас думают, как они жили с теми, кто вчера устроил этот аэропорт Махачкалы, и кто это приветствовал по всей России. Как все жили в одной стране. Как все жили в одной стране. Это утвердительное предложение. Кстати, забавно, что на телеканалах Первый канал и Россия 1 нет новостей об этом. Там ничего не произошло. Но, по крайней мере, на момент утра такой новости нет. Вот все, что вчера вечером происходило, этого не было для россиян. А что еще россиян должны узнать про свой режим, чтобы... Они ничего не могут узнать. У них все хорошо. У них новости про сектор газа. У них новости про Украину. У них нет новостей про то, что делают сами россияне в России. У них про это просто нет новостей. На НТВ в разделе криминальной хроники. Вот и все. А больше нигде нет. Весь мир об этом высказывается, а в России нет. Президент Украины вот вчера высказался об этих погромах, об этих антисемитских выступлениях россиян. И знаете, какой ответ он получил? Он сказал, что в России разжигали этот антисемитизм. Он прав. Что это не случайное что-то. Что это системный подход в разжигании антисемитизма и национальной розни со стороны россиян. Со стороны российского руководства. Путин, Лаврова и других. Пропагандистов, может, чего уж там упоминать. Но вы знаете, какой ответ получил на это Зеленский? Вы думаете, россияне сказали, слушайте, да, Владимир Александрович прав. Что-то мы зря разожгли такую рознь, что вот теперь убивают, ну, пытаются убить евреев прямо в самолете. Зря мы такую рознь разожгли. Нет, нет. Ответил Зеленскому официальный представитель Путина. То есть, ну, как, он не называется представитель, но человек, должность которого звучит так. Член, значит, совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Он назначен в этот совет в прошлом году. Зовут его Александр Коц. И ответил он следующее. Он сказал, кто такие, говорит, настоящие герои Дагестана? Я вам весь пост записывать, зачитывать не буду. Типа, вот, говорит, Юнус, там, Жамалов. Старший сержант Росгвардии в запасе. Участвовал в боях на территории Украины. Героически погиб во время войны. И так далее. Дальше перечисляет людей, которые погибли, пока убивали украинцев, когда участвовали в геноциде украинцев. А в конце, говорит, следующее. Ах, вы, говорит, такие смелые и хотите убивать евреев? Дальше, говорит, езжайте в Газу или в Киев. Я знаю адрес, могу подсказать. Банковая 11. То есть, член российского, значит, совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданской общественной права человека попросил вот этих вот россиян, которые устроили погром в Махачкале, поехать в Киев и убить Зеленского, президента Украины. Об этом попросил, напомню, еще раз, член совета при президенте Утине. Кто у нас там является страной-террористом, а кто нет? Хамас отличается от Российской Федерации? Хамас и Путин это одно и то же или нет? Есть еще сомнения в речи Байдена? Хамас и РФ это одно и то же или нет? Есть еще сомнения в речи Русулла Фонтерляев? Ну, есть, есть, конечно. Сомнения есть у российского еврейского конгресса, мы же помним, правда? Я вчера просто во время стрима, кто пропустил, я не буду сейчас это повторять, не бойтесь. Те, кто был вчера на втором, у меня вчера был второй повторный стрим, после того, как первый веселенький не очень задался. Кстати, в нем тоже стоит первый стрим вчерашний, который про Мэтью Перри. Там был блестящий фрагмент, я без ложной скромности скажу. Идеальный спектакль, который я играл, изображал интервью Константина Райкина журналу Форбс. Это одно из лучших моих художественных произведений. Не поленитесь, найдите, посмотрите, я думаю, там уже есть тайм-коды. Посмотрите интервью Райкина журналу Форбс. Я написал пародийную пьесу. Как написал? Это все было экспромно. Мне написали, что это прям вылитый Жванецкий. Какая ирония, Жванецкий писал Аркадию Райкину, отцу Константина Райкина. Тот выходил, читал монологи. А сегодня, когда я пародирую его сына, это меня сравнивают с Жванецким. Интересно, да? Пародирую в плохом смысле, не в хорошем. Так вот, Российский Еврейский Конгресс, когда я зачитал его обращение, я специально не указал, чье это обращение. И вы знаете, что сказали зрители? То есть вы, многие из вас были. Вы сказали в следующей версии, что это Песков, что это Захарова, что это Симонян. И только один человек сказал, неужели Берлазар? Ну хорошо, один человек угадал, что это Российский Еврейский Конгресс. Вот настолько это было заявление, полностью противоречащее тому, что есть. Полностью оправдывающее российские власти, поддерживающие их антисемитскую политику. Полностью. Теперь у российских властей есть в разжигании антисемитизма надежный, как вы понимаете, совершенно партнер. Этот партнер может пригодиться, потому что все еще впереди. Авиакомпания Red Wings, есть такая, так поляна российская, видимо, которая, собственно, привезла вот этих самых евреев и израильтян из Тель-Авива в Дагестан, в Махачкалу. Она продолжает продавать билеты на свои рейсы из Израиля в Дагестан. Ближайший доступный вылет 3 ноября. Пожалуйста, присоединяйтесь уже в пятницу. Остался последний всего один билет на этом сайте за 24 тысячи рублей. И вы сможете отметить в Махачкале День Народного Единства Российской Федерации. Как раз к Дню Народного Единства поспеете. Как раз. Теперь на нашу войну, на украинскую. На украинскую войну против россиян. Опять тяжелые бои, судя по всему. 15 танков подбиты вчера, 17 БМП, 14 артиллерийских систем. Всего, ну под 100 единиц тяжелой техники. Нет, чуть меньше все-таки. Я думаю, скорее 80. 860 россиян личного состава. В общей сложности на сегодняшний день, вот на сегодня, на, вы смотрите, Шательман за сегодня, 30 октября, 299 940 россиян уничтожено нашей армией на этой войне. Всего 60 не хватает до юбилейной цифры, 300 тысяч. Видите, как нос в нос уйдет канал Шательман с Залужным и его командой. У них не хватает 60, но там вы добавить не можете. Там все в руках Залужного и в руках наших военных, чтобы цифра округлилась. А канал Шательман вы добавить можете вполне. Я уже благодарен вам, после вчерашнего стрима стало 301 тысяча. И, как видите, приятно. До миллиона осталось всего 699 тысяч. Поэтому подписывайтесь на канал Шательман. Внизу найдете ссылку, где написано будет. Подписывайтесь на канал Михаила Шательмана, Собака Шательман. Переходите, подписались. Кто подписан, сами знаете, надо ставить просто лайк. Теперь к тяжелым новостям оттуда, с войны. Тяжелым. Волновахская резня, я думаю, так будет называться то, что произошло. Наверное, в конце прошлой недели в Волновахе. В Волновахе, оккупированной россиянами города Донецкой области, российские военные совершили массовые убийства целой семьи из 9 человек. Погибли, да, семья Капканец, или Капканец, да, наверное. Никита, ему было 4 года или 5. Нет, наверное, 5. Не знаю. 4 или 5. 18-го года рождения. Насте 9 лет. Дмитрий, 20 лет. Александр, 25. 27. Екатерине. Наталья, 94-го года. Андрей, 92-го. Ну и родители, я так понимаю. Татьяна, 72-го. Эдуард, 70-го года рождения. Вот всех их убили россияне, российские военные. Два человека вроде бы приехали на мотоцикле и расстреляли. Расстреливали ночью спящих. Сейчас в телеграме есть фотографии, где лежат мертвые тела, прямо в кровати лежат, прямо убивали в кроватях детей тоже. И абсолютно, как пишут, абсолютно все указывает, что действовали хорошо оснащенные военные, которые пошли на расправу с приборами ночного видения и автоматами с глушителями. В ночь с пятницы на субботу неизвестные расстреляли эту семью. В осознанной квартире расправы убивали спящих людей 2-3 человека со специальной военной подготовкой и технологическим снаряжением. По кучности попаданий, малому количеству промахов и отсутствию света в доме, криминалисты делают то, что стрелки были экипированы тепловизорами. Речь идет именно о зачистке. Все 9 тел из решечины и большинство попаданий в головы. Стрельба в помещении велась по дверям и стенам санузла. То есть убийцы делали прострелы наверняка на поражение всех, кто мог находиться в доме. Родственники, которых пустили на место казни, отметили, что привычный порядок в доме не нарушен, ценные вещи остались на местах, ничто не украдено. Это было именно убийство россиянами и украинцев, просто часть геноцида и все. Это один в один напоминает то, что делал Хамас, выйдя из газа. Там палестинские террористы убивали евреев, израильтян, но также спящих детей в кроватях. Есть эти жуткие сцены и картины. И вот то же самое россияне сегодня делают в Волновахе. Все один в один, к сожалению. Некоторые пишут, ну там, знаете, это были чеченцы, это были россияне. Так же, как вчера в Махачкале, некоторые говорят, ну это же были дагестанцы. Это были россияне. Когда пишут новостные сайты, что вы знаете, сейчас в России есть, в российской армии конфликт между тувинцами и русскими. Срать, срать на все это. Это все россияне для нас. Это один народ, российский народ воюет против Украины. Российский народ устраивает все эти преступления. Россияне. Ни чеченцы, ни дагестанцы, ни тувинцы и ни русские. Для нас нет разницы. Не надо тут думать, что вы не превращаетесь в Папа Римского. Не надо быть святее Папы Римского, который рассказывал, что нет, нет, я видел, что делается в этом. Говорит, в Буче это были буряты. Говорит, русские такого сделать не могли. Конечно. Видели мы этих русских в белых тапочках на столе. Я имею ввиду про тех россиян, естественно, которые стали убийцами на оккупированных территориях. Вот такая тяжелая новость о Волновахской резне. Ну а у нас, кроме событий на самом фронте, продолжаются массовые такие перестрелки в виде дронов, ракет. Ночью россияне массово достаточно обстреляли Украину дронами и ракетами. Значит, но, к счастью, вот то, что ночью все залпы ночные. Все 14 воздушных целей были уничтожены. Уничтожены среди них две ракеты и 12 беспилотников. Там есть повреждения от обломков. Обломки упали в Днепровском районе, повреждена пятиэтажка, частный дом автомобиля. Но, в принципе, все было ночью сбито. В ответ наши ночью атаковали ракетно-зенитный полк ПВО в Крыму и ранили 17 оккупантов. Атаковали, вроде бы, по нашим сведениям, насколько я понимаю, моего женной силы Украины, беспилотниками. 17 раненых. Россияне тогда в ответ уже утром сегодня ударили по Одессе, по Одесскому судоремонтному заводу. И вот там уже были какие-то попадания, есть разрушения, есть раненые среди гражданских. Есть разрушение помещений и оборудования. Начался пожар. В ответ мы ударили по Севастополю. По Севастополю. В Севастополе звучат взрывы, Крымский мост перекрыт. Оккупанты заявили, что работает ПВО, но на картинках видно такое массированное, очень серьезное задымление, похоже на серьезные попадания. Надеюсь, что сегодня к вечеру, когда вы будете смотреть это видео, мы будем знать, куда попали, сколько попали, сколько уничтожили россиян, сколько уничтожено их военного оборудования. Очень надеюсь. Сведения пока разные, все прибавляются и прибавляются. В частности, сейчас говорят, что в Севастополе сильный дым в районе Стрелецкой бухты, предположить наприлет по аэродрому в Новофедоровке. Кстати, чем дальше, тем больше. Уже пошли сообщения, что это были ракеты Атакамс или же ракеты Стормшеду. То есть, что вот то, что ночью, это были беспилотники, а сейчас днем уже наши ударили тяжелыми ракетами. И я думаю, что достигнуты уже большие успехи реально в уничтожении оккупантов в Крыму и в Севастополе. Ну что ж, выпьем кока-колочки за то, чтобы земля горела под ногами россиян, которые пришли в Украину в качестве оккупантов и убийц. Те, кто думают, что он переехал просто жить в Крым и что он не оккупант и убийца, он оккупант и убийца, даже пусть не сомневается. Те, кто просто поддерживают оккупацию Крыма, как Константин Райкин и думают, что они не оккупанты и убийцы, при этом они оккупанты и убийцы, пусть не обольщаются. Но, дальше больше, как говорится, что-то эту поговорку я все чаще использую, к сожалению, потому что разрастается наша война, нет ей границ, границы все шире. «Эй, Запад, я к вам обращаюсь. Вы хотите войну между Крестом и Полумесяцем? Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке?» Так сказал Раджеп Таип Эрдоган и предостерег Запад от войны между, как вы понимаете, Крестом и Полумесяцем. То есть, от того, чтобы Третья мировая война, которая сейчас явно развязывается, была между христианами и мусульманами. Это еще одна попытка обозначить, кто же такие будут участники вот этой Третьей мировой войны. Эрдоган считает, что это могут быть мусульмане с одной стороны и христиане с другой. Хотя россияне, вроде бы, не все мусульмане, а россияне-то за кого будут, непонятно. Не за христиан же, мы же их к себе не возьмем, россиян. Непонятно. Когда они будут отдельно, что ли, партизанец, я даже не знаю. И слова, конечно, Эрдогана были восприняты абсолютно всерьез, абсолютно всерьез ответственными политиками. Министр обороны Германии Борис Писториус сегодня выступил в заявлении. Мы должны привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Он считает, что конфликт на Ближнем Востоке и война России против Украины должны иметь последствия и в немецком обществе. Мы должны стать пригодными к войне. Он сказал, что вот уже все, что было испорчено за 30 лет, к сожалению, не может быть исправлено за 19 месяцев. О чем говорит Писториус? О том, что Германия, например, сегодня воевать не готова. Нет ни снарядов, ни техники, ничего. О, 2000 танков произведено всего Леопард-2, и то это продано половину туда, половину туда, половину туда, сколько там той Германии осталось. Снарядов на складах нет, ничего нет. Как воевать с Россией? Непонятно. А война, говорит он, скорее всего будет в Европе. Это говорит министр обороны Германии. Призывает готовиться к этой войне. Не сидеть сложа руки. То есть в Германии начали осознавать то, что им придется самим участвовать в этой войне. Это дает шанс Украине на большую помощь из Германии. Потому что немцы точно сами воевать не хотят. Они предпочтут давать нам больше, больше оружия, больше денег и так далее. Франция? Значит, опрос газеты Фигара. 72% опрошенных ответили, что скорее всего во Францию произойдет такое же вторжение. 72% три четверти. Что во Франции случится то же, что было 7 октября в Израиле. То есть массовая резня какими-нибудь там мусульманскими фанатиками других людей. Но, видимо, не евреев в данной ситуации. Во Франции же не про евреев спрашивают. 72% французов верят, что произойдет то же, что сделал Хамас. У них во Франции произойдет то же, что сделал Хамас. 37% французов выразили поддержку Израилю. При этом 20% в Палестине. 5% поддержит Хамас. Поэтому 65% поддерживают Израиль в том, чтобы уничтожить Хамас. Вот такое вот во Франции разделение. Ну что ж, я думаю, после вчерашних событий в Махачкале французы понимают, кто теперь главный их враг в Европе. И немцы понимают, против кого надо готовиться воевать. И это не только мое такое личное мнение, что они теперь понимают. Есть факт. Министерство внутренних дел Франции сегодня выступило с анонсом, что оно будет депортировать. Они передали Москве список для депортации 39 россиян из Франции из-за их радикальных взглядов. После одобрения кольцевства их вышлют, сказал министр внутренних дел Жеральд Дарманент. Франция передала России список из 39 российских граждан для депортации. Мы собираемся пойти по пути высылки, сказал он. Понимаете, то есть они уже поняли, что россияне, приехавшие во Францию, разжигают эту самую национальную рознь. Готовят и там, видимо, какие-то антисемитские мероприятия. Прав тут Песков из-за границы все готовится. Только россиянами из-за границы готовятся, инспирируются и так далее. И во Франции они готовят, и везде. Как видите, да. И вот после вчерашнего нашего стрима, где мы с вами общались про вот эти погромы в Махачкале, я призадумался немного, где я зачитывал вам реакции еврейских общин, да, организаций российских на эти погромы, что дело с какой-то антисемитизма никакого в России нет, Путин с нами и так далее. Я подумал, ну вот Россия, вышли россияне, сколько это какая-то горстка экстремистов, экстремистов там. Их сейчас будут задерживать, их будут сажать в тюрьму, хотя полицейские как-то не особо спешили их останавливать, когда они пытались захватывать самолет, их, собственно, захватывали. А я вот о чем подумал, ну хорошо, вышло тысяча, вышло две тысячи, а где вторая сторона? Ну если в России есть люди, которые против антисемитизма, против еврейских погромов, ну хотя бы даже евреи, где они сейчас, а что они делают, где их митинги, расскажите мне, пожалуйста, где их протесты, расскажите мне, пожалуйста. Это же протесты не против войны в Украине, за которую сажают в тюрьму, конечно, да, понимаю, как можно протестовать против войны в Украине, но здесь-то, здесь-то что происходит? Хороший вопрос, да? Ну вот Российский Еврейский Конгресс, где ваша сегодня по всей Москве демонстрация против антисемитизма, против еврейских погромов, против антисемитских высказываний? Где ваша демонстрация по Москве? Я помню, что когда убили террористы-художников Шарли Бдо, то по Елисейским полям прошли сотни тысяч, а может даже миллионы людей, они съехались со всей Европы, чтобы выразить протест против такого. А сейчас где? Так в России происходят еврейские погромы, антисемитские выходки, захват самолетов. Да, Путин там соберет силовиков, это мы знаем. Кстати, странно, он сам себя будет искать, что ли? Вообще, зачем он проводит совещание? Он же сам, что? Он сам не может, у него слабая рефлексия, он не может сам себя оценить, сказать, да, я отлично раздул, я разжег антисемитизм, мне это удалось. Ему нужно, чтобы ему хеллои подтвердили, сидели бы такой, я сидел бы министром внутренних дел, Владимир Владимирович. Никто, кто, если не вы? Только вы смогли так разжечь антисемитизм, чтобы россияне встали и стали захватывать самолеты. Только благодаря вам цветет, пахнет, расцветает антисемитизм, нацизм российский, русский нацизм, без вас просто захерел бы и погиб. Как же мы без вас жили бы в России? В чем была бы наша национальная идея? Может, дураки других-то не имеем. Но где вторая сторона? Если говорят, что в России, вот давайте так, нам, давайте возьмем либералов, давайте возьмем либералов, хорошо сбежавших, потому что у них была позиция против военной, антивоенная позиция. У вас была такая позиция, вы говорите сегодня на многих каналах, ведь россияне не такие, большинство россиян вообще против войны и так далее. Почему они сегодня не вышли на демонстрации против антисемитизма и против погромов? За это же вроде не сажают пока. А почему не вышли? А, они все-таки поддерживают, да. А те, кто не поддерживают, те, где сегодня вообще? Что с ними происходит? Тяжело теперь будет доказывать, что вся социология врет, что на самом деле большинство людей Путин это не поддерживает. Как же не поддерживать? Вот вам. Когда вышли смелые ребята, захватили автобусы с детьми и стали требовать показывать их паспорта, ни один человек в России не вышел против, ни один. Помните эту легенду, я не знаю, правда или легенда, что когда немцы захватили Даню, они приказали евреям, пришить себе желтые звезды. И первым с желтой звездой вышел король Дании. И другие датчане потом, простые датчане, тоже надели на себя эти желтые звезды, чтобы показать свою солидарность с евреями в Дании. А в России сегодня многие надели на себя желтые звезды? Или все спрятали маген Давиды, кто на заседание клубчиков всяких там гелелий ходил? А? Что сегодня происходит с евреями в России? Спрятались? А как же Путин, который при Путине антисемитизма нет? Как же так-то? Как так-то? Как случилось? В общем, как всегда, Израиль сражается в одиночку, сражается на всех фронтах. Жаль, что, кстати, на пропагандистском не сражается, но на физическом сражается. Израильские танки сегодня перерезали ключевую дорогу внутри сектора газа, фактически разрезав его пополам, тем самым сообщение прервав. Там есть такая большая главная магистраль, дорога Салах-Аль-Дин, которая соединяет КПП Рафех на юге, который граница с Египтом, и на севере КПП Эры, с которой главная граница туда, в Израиль. И вот эту дорогу перерезали израильские танки, насколько сообщили местные корреспонденты. Так что военная операция в Газе разрастается, разрастается, и если мы спрашивали, когда же будет сухопутная операция, то похоже, что это она, уже трудно это скрывать. По масштабам это скрывать трудно. И вот Блумберг сегодня сообщил такую очень странную новость, что эскалация вокруг сектора газа продлится от 6 недель до 6 месяцев. Чем она мне странна? Ну, сроки, согласитесь, так себе поставлены. От 6 недель до 6 месяцев. Это как 2-3 недели, правда? Ну, если мы собирались победить за 2-3 недели, а воюем год и 8, то если там от 6 уже недель, то это как бы на 4 года, что ли, война? Ну, так себе прогноз, в общем, от Блумберга. От 6 недель до 6 месяцев. Кто эти умники, которые такие прогнозы составляют? Как можно догадаться, что это именно от 6 недель? Вот не 5 никак, а именно 6. И вот до 6 месяцев, а не до 8. Боюсь, я теперь этих прогнозов по продолжительности войны сам на них обжегся. И вам не советую в них верить. Я в том числе и зрителями говорю. У нас здесь в Украине во всякие прогнозы поверили, в том числе прогнозы Штельмана. Кстати, хотите узнать новые прогнозы? Подписывайтесь на канал Штельман. Потому что Штельман теперь поумнел и прогнозов по срокам не делает, только по тенденциям. Только по тенденциям. А по тенденциям я вам скажу сейчас. Да, подпишитесь на канал Штельман, кстати. Внизу, там в описании. Поставьте лайк, а я вам скажу, что надо ждать следующих таких же событий. Такое, что произошло в Махачкале, но сейчас будет расти по всей России. Уже сегодня были призывы встречать самолеты в Нальчике, еще где-то там, не помню, по-моему, в Грозном, которые якобы летят из Израиля. Это в группах были сообщения. Но на самом деле таких самолетов не существует. Нет прямого сообщения между Тель-Авивом и Нальчиком. Но в группах к этому уже призывают. Так что, я думаю, впереди Новосибирск, Хабаровск, Курск везде будут встречать израильские самолеты. Поэтому всем израильтянам и евреям, я думаю, если у вас есть на этот самолет билет, то только в один конец и не в тот, который вы подумали. Я в хорошем смысле сейчас с вами про это говорю. Хотя, что можно сказать? Это вот, смотрите. В Махачкале пытались убивать всех евреев, независимо от того, есть у них российское гражданство или нет. Просто всех. Они сказали, мы сейчас дайте нам евреев, мы порвем на кусочки. А вот Хамас так не считает. Нет, Хамас менее радикален, чем россияне. Мы думали, кто более радикален? Хамас или все-таки россияне? Оказалось, что Хамас менее радикален. Потому что Хамас заявил вчера. Мы, говорит, получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Имеется в виду Израиля и Российской Федерации. Мы к этому списку очень внимательно относимся, потому что мы смотрим на Россию, как на нашего ближайшего друга. И это заявило политбюро Хамас. И поэтому по просьбе Российской Федерации, мы как братский народ, мы один народ с россиянами, но это они не говорили, но это я уже от себя добавляю, простите, ради бога. Мы отпустим восемь пленных, у которых есть двойное гражданство. То есть если есть российский паспорт, мы человека отпускаем, заявил Хамас. Внак вечной дружбы, братство с Путиным, с Лавровым и с другими российскими руководителями. Так что, как видите, в дружбе с Хамасом есть очевидные совершенно преимущества. В дружбе с Хамасом двоих граждан отпустят. Да, про две войны теперь приходится рассказывать. Ну а после того, как мы говорили про две войны, поговорим о двух мирах. А вот, я знаю, сейчас бы, если бы Толстой сегодня писал книгу, он написал не книгу «Война и мир 2», он написал «Две войны и два мира». То есть это была бы война между Украиной и Россией и война между Израилем и палестинцами, а потом «Два мира» это было бы о том, как ООН пытается, значит, устроить мир в секторе газа и о том, как россияне пытаются развести украинцев на то, чтобы подписать мирное соглашение с учетом оккупации россиянами, с признанием, как бы, оккупации россиянами территорий. Да, вот такая вот интересная получается катавасия. Значит, начну с россиян. Россиян. Шойгу, есть такой министр обороны Российской Федерации, военный преступник известный, пока еще не признан, кстати, военным преступником, но в ближайшее время, я уверен, будет. Он сегодня выступал на Сяньшаньском, не Тяньшаньском, а Сяньшаньском. В Китае, видимо, так по РСССР Сяньшаньский, Тяньшаньский, ППП, Пяньшаньский, да. В общем, в Сяньшаньском форуме, на пекинском Сяньшаньском форуме он сказал, что пора перейти, говорит, к постконфликтому, постконфликтому, постконфликтному, как с Шойгой-то выговаривает, уже вообще не русский, да, урегулирование, я специально разжигаю национальную рознь, урегулированию насчет Украины. Насчет, насчет. И дальнейшему, говорит, сосуществованию с Западом. Цитирую дальше Шойгу. На случай создания необходимых условий сохраняем готовность, по-военным, что это суровый венчек, к политическим дискуссиям на реалистичных началах, как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом. О как! Постконфликтное, значит, урегулирование. Чтобы постконфликтное урегулирование начать, надо сначала войну закончить. Чтобы войну закончить, надо взять свои войска с Равой и вывести их на территорию Российской Федерации. Пусть там их встречают жители Махачкалы и отлавливают среди них евреев. Потому что, если еврей пошел на войну от имени Российской Федерации, то ему прямая дорога в Махачкалу, мы ему другого не желаем. Вы там, когда увольняете в запас, если живых случайно, евреев из российских войск, вы сразу в Махачкалу отправляете, чтобы уже им жизнь не казалась медом после специальной, так называемой, военной операции. Вот. Ну и видите, пора дальнейшее сосуществование с Западом в целом. Так вот, от слова сосуществование, товарищ Шайгу, у вас останутся только первые четыре буквы. Вспомните, какие это буквы. Сосуществование. Да? Вот такие у вас будут отношения с Западом, товарищ Шайгу, дальнейшие. Других не будет. Существование не будет, а первая часть этого слова будет у вас. Других не рассчитывайте. Российская Федерация навсегда теперь будет иметь от всего сосуществования с Западом только первые четыре буквы. Никаких других, к сожалению, вариантов не будет. Еще он предложил сформировать справедливый многополярный миропорядок и обновить архитектуру международной безопасности. Обязательно сделаем только после уничтожения России. Вот уничтожим Хамас и построим прочный мир на Ближнем Востоке. Уничтожим Российскую Федерацию и сможем построить прочный мир во всем мире. Конечно. А тем временем в ООН проголосовали за... Это было на прошлой неделе, но просто мне только что сообщили, он же далеко. Нью-Йорк чуть ли не на противоположном конце земного диска. Итак, в ООН провели голосование в Генеральной Ассамблее на тему, значит, того, что надо немедленно установить постоянное устойчивое гуманитарное прекращение огня в секторе газа, ведущие к прекращению боевых действий. Из-за этого резолюцию проголосовали 120 из 193 государств членов ООН. 14 стран были против, 45 воздержались. Но Украина хотя бы воздержалась в этот раз, хотя бы не вместе с россиянами. Даже это россияне, естественно, все продвигали. Ну, типа, официально это была резолюция, выдвинутая от имени Иордании. Видели бы, кто иорданские резолюции пишет. Догадывались, правильно? Сейчас сидит Лавров в Иордании и пишет эти резолюции. Или Машку послал. Значит, и так резолюция немедленно говорит, все, срочно, прямо все, прекращаем воевать. То есть зашли в Израиль, убили 1600 человек, похитили 230 уже, а теперь давайте перестанем стрелять. Главное перестать стрелять. Им Явлинского не хватает. Ибн Явлинский нужен. Правильно. Вот нужен Хамас возглавлять Ибн Явлинский. Нет, не Ибн. Как его? Или Явлинский. Да, Ибн. Пусть будет Ибн Явлинский. Ибн Явлинский можно так и заявлять. Мы сейчас вот захватили, похитили людей, а теперь давайте главное перестать сейчас стрелять, чтобы не было, не дай бог, жертв. Мы же мирные люди. Так что ровно так сейчас себя, ну Явлинский такое призывает в России. Мы сейчас всех поубивали, вас, украинцев. Куски земли у вас захватят. Или давайте перестанем стрелять, говорит Ибн. Ну без Ибн Явлинский. А тут Ибн Явлинский будет такое же говорить про израильско-палестинский конфликт. После того, как ООН проголосовала вот таким образом, совершенно жутким и постыдным, то есть тоже выступила разжигателем всего этого. Ну поддержка, поддержка терроризма. Кстати, в этой резолюции ООН нет никакого Хамаса. Никаких событий 7 октября там вообще не упомянуто. Как будто нет ни Хамаса, ни войны, ничего нет. Это типа само. В Газе просто война началась. Надо ее сейчас прекратить. И во всем мире нашелся один нормальный человек. Один. Министр обороны Чехии Яна Чернохова сказала, что нужно выйти из этой нелепой организации. Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехия не должна иметь никакого отношения к организации, которая поддерживает террористов и не уважает основное право на самозащиту. Давайте выйдем из нее. Действительно. Давайте выйдем из ООН. Те, кто считает, что она не должна поддерживать террористов. Создадим новый миропорядок. А там пускай остаются Россия, Хамас и другие объекты мирового зла. А нам всем давайте сплачиваться вокруг добра. То есть вокруг канала Шетельман. Подписываемся на него, ставим лайки, колокольчики, чтобы ничего не пропускать. Рассмотрим Шетельман за сегодня, 30 октября. Бря-бря-бря-бря-бря. Субтитры создавал DimaTorzok